Всем здорова, друзья! Меня зовут Михаил Халецкий, и сегодня мы обсуждаем с вами книгу «Важные годы» с авторством Мэг Джей. Это тот случай, когда название книги максимально соответствует содержанию, ведь Мэг Джей в своем труде постоянно, снова и снова, в каждой главе отстаивает одну простую истину. Она утверждает, что 30 — это не новые 20, и вам не нужно откладывать жизнь на потом. Не нужно думать, что вот, вы закончили школу или вот только что закончили университет, и у вас есть годы, когда можно ничего не делать, можно расслабиться, можно кайфовать и не думать о своем будущем. Мэг Джей утверждает, что это не так. Она отстаивает такую позицию, согласно которой нужно задумываться о будущем, нужно задумываться о своей работе, о своей карьере и о своем теле, о своем разуме. Как раз-таки так и разбита книга на три основных части. Сначала часть про работу, затем про любовь, затем тело и разум. Мы обсудим ключевые идеи из этих блоков чуточку попозже, но сейчас пара слов об авторе. Ее зовут Мэг Джей, она клинический психолог, и на протяжении многих лет она вела сеансы у молодых по большей части людей — 19, 23, 27, 30, 31. И они делились, эти самые ее клиенты, делились с Мэг Джей проблемами, страхами, беспокойствами. Она их слушала, она давала какие-то рекомендации и впоследствии перенесла истории этих самых людей в книгу под названием «Важные годы». Также я тут же быстренько замечу, что есть блестящий TED Talk, который, безусловно, дал дополнительные популярности этой самой даме и ее книге. И если у вас совсем чуть-чуть времени, пожалуйста, посмотрите по ссылке в описании этот TED Talk, там тоже, в принципе, основные идеи Мэг Джей для вас озвучит. Я хочу сказать, что, да, книга из этого и состоит. Вот у нас три раздела, для каждого раздела свои главки. В каждой главе по многу-многу примеров из личной практики Мэг Джей как терапевта, как клинического психолога. Лично мне наиболее популярной, даже более того, лично мне наиболее полезной показалась первая часть книжки, которая рассказывает про работу. И вот основные идеи, да, которые Мэг Джей для нас озвучивает. Во-первых, это капитал идентичности. Identity capital, да, что это такое? Это ваша индивидуальность и это ваши способности, это ваши скиллы, это ваши навыки, которые позволят вам продать себя подороже на рынке труда. Да, это как внешняя ваша оболочка, так и внутренняя. Под внешней оболочкой я имею в виду те вещи, которые вы запишите в резюме, проекты, над которыми вы работали, компании, в которых трудились, дипломы, курсы, которые вы проходили и так далее. Внутренняя часть, да, не внешняя, а внутренняя, это ваши манеры разговаривать, это ваша эрудированность, вот всякое такое. Мэг Джей отстаивает позицию, согласно которой набор вот этого самого identity capital, он должен происходить максимально рано. Не нужно откладывать работу над собой, вот это внятное саморазвитие на какие-то более поздние части вашей жизни. Это неразумно. Лучше этим заняться в 19, 20, 22. Тут же у нас есть раздел про слабые связи, тоже очень важная, очень интересная тема, согласно которой, да, безусловно, ваши близкие друзья могут вам помочь. Близкие друзья, не знаю, заберут вас с какой-нибудь попойки, они же, как это, вы же с ними как раз-таки встречаетесь и общаетесь по вечерам в пятницу, в субботу, вы с ними созваниваетесь регулярно и так далее. Но самое что ни на есть прорывная какая-то, да, часть вашей карьеры и, там, поиск нового места работы или что-то вроде того, может случиться как раз благодаря слабым связям. Людям, с которыми вы уже не общались какое-то время, которые просто ваши друзья на фейсбуке и так далее. У меня есть cool stories с этим связанные. 17-й год, я еду в Ясную Поляну на мероприятие британской литературы сегодня. Там я знакомлюсь с кучей народу, это в основном преподаватели и преподавательницы из разных московских вузов. С некоторыми из них мы зафрендились в фейсбуке, и вот одна из них, Катерина, она пишет пост спустя какое-то время у себя на страничке в ФБ и рассказывает про конференцию в Чехии для преподавателя английского языка. Недолго думая, я врываюсь в ее сообщения, узнаю детали, и вуаля, я в 18-м году приезжаю на эту конференцию, в 19-м приезжаю тоже, отлично провожу время и тем самым расширяю свои какие-то познания, свои представления. И таких примеров мне довольно много. Я и работу находил через слабые связи, через своего, там, школьного преподавателя английского. Бывало, работу находил и через сильные связи, близкие друзья тоже помогали. Но важно не забывать, что слабые связи и вот ваши такие люди, с которыми у вас шапочное, может быть, в большей степени знакомство, они тоже могут быть очень полезны. А еще это может быть полезно, знаете почему? Даже вот знакомство с новыми людьми. Потому что есть определенный язык, которым вы пользуетесь со своими близкими друзьями, и вы можете не заканчивать какие-то фразы, они заканчивают за вами, вы уже и так знаете, о чем человек скажет, и вы не используете иной раз, может быть, свой разум на полную катушку. А вот если какой-то человек вне вашего клана, вне вашего внутреннего круга к вам подошел, и вы с ним познакомились, и вы заобщались, иной раз вам приходится важные идеи, да, из разума, брать и формулировать по-новому, и формулировать более обстоятельно, чтобы четче донести свою точку зрения. По-моему, это ценно, вот об этом говорит Мэк Джей, это тоже интересный такой мотивационный момент касательно поиска новых друзей, новых знакомств. Это клевая тема, полезная, почему нет. Также есть понятие по поводу, я забыл точную формулировку, что-то про забытая истина, да, некоторые забытые истины, которые в вас лежат. Суть в том, что эти истины, они отражают вас. Это то, кем вы являетесь, но вы об этом почему-то забыли. Что делать с этим совсем? Ну, во-первых, это речь, знаете, про такую высшую цель. Книжка, которую я прочитал несколько лет назад, одноименная, да, «Высшая цель» Майкл Рэй, это некий принцип, следуя которому вы однозначно будете счастливы. Тоже, кстати, хорошее произведение, литературное, я вам крайне рекомендую. Попробуйте, зацените. Мне очень помогла эта книга сформулировать мой стандартный слоган «Получать знания и делиться ими». Соответственно, что делать, чтобы для себя вам вычленить вот эти фундаментальные принципы, следуя которым вы тоже будете счастливы? Ну что ж, можно прочитать книжку «Высшая цель». Можно просто, и это гораздо важнее, попробовать много разных направлений по работе. Определиться с тем, что вам более-менее интересно. Написать резюме. Выйти так или иначе на связь с человеком, который принимает решения. И в этой сфере поработать. Сейчас у нас карантин, все сидят в самоизоляции. Может быть, какие-то оффлайновые истории, да, они закрыты для вас. Но в онлайн попробуйте, придумайте, что вам интересно из тех вещей, которые вы могли бы делать онлайн. И, не боясь, вот в эту область ворвитесь. По-моему, это полезно, это очень хорошо. Далее, друзья, часть номер два называется «Любовь». И там Мэк Джей тоже дает интересные вещи. Она рассказывает про так называемый эффект сожительства. Казалось бы, у нас 21 век, у нас повестка, согласно которой отношения свободные. И гражданский брак видится для многих молодых людей максимально логичным шагом на пути к браку полноценному, да, оформленному. Но с точки зрения Мэк Джей, она приводит ссылки на исследования, это не всегда так. И зачастую те люди, которые врываются в брак только потому, что им хочется, в гражданский брак, да, врываются в сожительство только потому, что они хотят там сэкономить на оплате за квартплату, на оплате за, я не знаю, аренду жилья. Но это те люди, которые испытывают некий дискомфорт после принятия такого решения и ничего хорошего из этого не выходит. Мэк Джей топит за то, что нужно вести беседы со своим партнером и нужно максимально точно проговаривать будущее, проговаривать, какое видение у вас, какое у вашего партнера и сходится ли оно. Тут же мы вспоминаем большую пятерку, да, такие параметры, как экстравертность, нейротизм, добросовестность и так далее, тоже об этом она пишет. Вот это еще один принцип, по которому можно проанализировать своего партнера. Но интересно, по-моему, крайне любопытно. Плюс Мэк Джей напоминает про важность брака и о том, что в случае с вот этим институтом мы не должны забывать про его важность и про то, что человек, которого вы выбираете себе на всю жизнь, он довольно сильно на эту самую вашу жизнь повлияет. Все фундаментальные решения вы будете вместе с этим человеком принимать. Это очень важная часть. Ну и, наконец, из третьей части мне особенно важным показался кусок про уверенность в себе. К Мэк Джей приходят молодые люди, они говорят, пожалуйста, Мэк, подскажи, научи уверенности в себе. Ну и она говорит, что это из ниоткуда не берется. Уверенность в себе появляется после того, как вы начинаете брать на себя ответственность и начинаете на регулярной основе выполнять определенную работу. Да, например, вы как преподаватель языка, и поначалу вы не уверены в себе, вы думаете, получится у меня с учениками сработать или нет. Но, друзья, проработайте несколько месяцев, и уже эту самую уверенность вы сможете наработать. Вы думаете по поводу Ютуба и хорошо ли у вас получатся видеоролики? Ну, снимите штук 20, и потом поговорим, насколько у вас хорошо или не очень получается вся эта история. Ну вот и все, друзья. Надеюсь, мои рекомендации были для вас полезны. Я напомню, что у меня вышла книжка под названием «Погружение», да, Михаила Калецкий. Это художка про писателя по имени Марк. Мне будет очень приятно, если вы пройдете по ссылочке в описании и подумаете, может быть, все-таки стоит ее взять с лабиринта. Ну и на этом все. Пишите в комментариях, читали ли вы важные годы, какие из вещей, которые я озвучил, вам отозвались. Ну и, конечно же, не забывайте получать знания и делиться ими. Всем пока! Продолжение следует...